Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале! Огромное спасибо, что заглянули! У нас сегодня очень классный стол, и заказала я все это с Янгос сумасшедшей просто скидкой, супер скидкой! Прикиньте, я всего заплатила 6 монат. В общем, не в зависимости от того, что именно вы закажете, если вы используете вот этот промокод, он дает вам дополнительно огромную скидку, еще плюс бесплатную доставку абсолютно на все. Итак, что я заказала? Во-первых, хотела что-то необычное. Увидела черный бургер. Посмотрите, он абсолютно черный. Это черная шаурма и черный бургер, точнее, черный тумбик я взяла. Это все, естественно, я съесть не смогу, но смотрите, как это аппетитно выглядит. Также у нас здесь картошечка фри, два соуса и вот такой вот напиток. Ой-ой-ой-ой! Также у нас дома были голубцы из листьев винограда. Прошу говоря, дома. Я решила это тоже разложить. Приятного аппетита всем, кто кушает. Я сегодня наклеила ресницы, которые вам показывала во влоге. Вот именно поэтому нужны влоги. Потому что примерно на мукбанке я что-то говорю, а во влоге я это показываю. Я только в детстве реснички клеила. Уже на протяжении длительного периода. Не клеила, посмотрите, как красиво. На видео не видно, но в жизни это смотрится очень классно. Я взяла немножко дорогие позиции. Но если вы возьмете Макдональдс, Киев-сием. Что-то такое. Кто очень много всего, сможете купить. Какой соус. В комментариях одна из подписчиц попросила меня рассказать о моем опыте, о самым удачном сотрудничестве и самым неудачным и неприятным. Начнем, пожалуй, с приятного. Самое приятное сотрудничество у меня было с российским брендом. Самое главное, что меня обрадовало. Я сказала цену интеграции. Мне отправили техническое задание. Сказала, сколько это будет стоить. И мне заплатили ровно в два раза больше. Обычно, когда ты горишь цену, у тебя просят скидку. А здесь мне просто заплатили в два раза больше. Я отработала рекламу. Я ее отработала очень хорошо. Среди мукбанкеров я была на первом месте по скачиванию этого приложения. Так вам по секрету скажу. Просто такой отрыв был. В общем, все остались довольны. А теперь перейдем к неприятному сотрудничеству. Это было в прошлом году, в начале декабря. Возможно, я вам рассказывала. Но, по-моему, нет. Но, опять же, ребята, если я одну и ту же историю рассказываю в одинаковых подробностях, это просто значит, что я эти истории не придумываю. Вот я сейчас реально не помню, я это рассказывала или нет. Короче, в начале декабря до моего дня рождения мне предлагают сотрудничество на моем азербайджанском канале. Я говорю стоимость интеграции. Тогда цена была очень-очень маленькая. Но мне даже, честно сказать, было влом снимать интеграцию за такие деньги. Потому что я привыкла к другим цифрям. Но я просто осознавала, что у меня еще маленький блог. Я не могу говорить какие-то заоблачные цены. То есть у меня где-то было 2000 подписчиков. И, в общем, мы обговорили цену. Все, все подробности и так далее. И мне сказали, что мы вам сейчас отправим. это были браслеты из натурального камня. И все отлично. Мне их отправили. Я сняла интеграцию. Все прошло замечательно. Все опубликовали. Вроде все довольны. И вот эти браслеты после интеграции остались у меня. Я не придала этому особого какое-то значения. Потому что, например, я снимаю рекламу суши доставки. Они мне отправляют суши, понятное дело, еще плюс отправляют мне деньги. Ну, или же со мной просто никто это не обговаривал. Видео вышло. Проходит время, день, второй, третий. Проходит неделя. Ни слуху, ни духу. Когда я сняла эту интеграцию, у меня подружка. Ей очень понравился браслет. Я решила два из них подарить ей. То есть, опять же, не подумайте, если бы изначально мне сказали, что вот эти браслеты мы вам отправляем чисто на съемки. И в конце вам надо будет их обязательно вернуть. Никаких проблем бы с этим не было абсолютно. В начале декабря выходит интеграция. Сейчас уже Новый год. Вместе с остальными подарками я также дарю эти браслеты. Точнее, их было пять. По-моему, три я подарила. Очень красивые были. Два оставила себе. Новый год тоже проходит. Уже 10 где-то января. С момента публикации уже прошло 40 дней. И мне пишет девушка. Я подумала, возможно, повторное сотрудничество или еще. Я открываю, и она мне говорит, когда можно будет забрать браслеты. Я такая в шоке. В шоке от того, что человек 40 дней молчал. это вообще нужно обговаривать заранее. Говорит, что эти браслеты мы вам даем чисто на съемки. Потом их нужно вернуть. Здесь нет ничего такого. И она мне такая говорит. Я ей говорю, вы же не говорили о том, что их нужно вернуть. Она говорит, да, я забыла вам сказать, но вы тоже не спросили. Честно, я делаю очень много рекламы. Вот клянусь, никогда в жизни у меня не было такого, чтобы что-то нужно было вернуть. Я объясняю ситуацию, что браслеты я уже подарила. И предложила вернуть деньги. Спросила, сколько стоят эти пять браслетов. И эти пять браслетов стоили дороже, чем моя интеграция. Я предложила просто возместить. И она такая написала, ой, как-то неудобно получилось. Вы, получается, нам абсолютно бесплатно сделали рекламу. потом я предложила другой вариант. Я объясняла ситуацию, что несколько браслетов я подарила, но два у меня осталось. Я могу вернуть эти два. Мне просто уже как-то неприятно стало после этой ситуации. Возможно, это мелочь. Просто я считаю, что такие вещи нужно обговаривать заранее. еще бы через год мне написали, что помните, мы вам год назад отправляли браслеты. у меня остался очень такой неприятный осадок. И ситуацию я запомнила на всю жизнь. Так вам тоже на будущее. Возможно, вы тоже столкнетесь с подобной ситуацией, когда будете покупать рекламу у блогера. Если вам нужно, чтобы ваши вещи необходимо было вернуть, это нужно обязательно обговаривать заранее. Потому что человек просто может подарить кому-то, отдать, поносить. И как всегда, я забыла вам сказать, чем закончилась история. В общем, я вернула два браслета, которые у меня остались, и все. Деньги уже возвращать я не стала. Хотя я предложила и вернуть из-за те браслета деньги, но они отказались, сказали, ничего страшного. То же самое, например, может быть с одеждой рекламы какого-то бренда, например. В таком случае обязательно нужно обговаривать, что все вернется. с момента этой ситуации прошло чуть меньше года, так скажем. До сих пор я сталкиваюсь шоурумами, которые от блогеров. И блогеры просто продают ту одежду, которая пришла с рекламы. я не против того, чтобы возвращать. Изначально, когда мне это предъявили, я сразу сказала, что я могу оплатить эти пять браслетов. Будем считать, что я их купила. Уже человеку, которому я подарила эти браслеты, я не могу сказать, что отдай их мне назад. Потому что здесь вот такая вот ситуация, мне просто самой неудобно. человек уже обрадовался, носит эти браслеты. Поэтому я считаю, что было два выхода из данной ситуации. Либо купить эти три браслета, либо отдать то, что у меня осталось. Давайте теперь перейдем к этому. Очень сытно и очень много, вот честно. Какой соус. И вот после этой ситуации уже в дальнейшем сотрудничестве я уже начала уточнять. А нужно ли реквизиты для видео вернуть? Вот я так и спрашивала. И пока что прошел уже год. Ни разу из этого не нужно было возвращать. Короче, вот такая достаточно неприятная ситуация. Обычно проблем с рекламодателями не бывает. но все-таки ситуации бывают разные. У меня знакомая говорит, надо было просто ее заблокировать и все. Так тоже можно было сделать, но я люблю работать по совести. Я думаю, что это стало уроком и для нее, и в дальнейшем для меня. Но каждый раз, когда я спрашиваю, нужно ли будет потом что-то вернуть, на меня просто так смотрят, как на ненормальную, как будто я первый раз в жизни рекламу делаю. На этом, пожалуй, все. Я честно обожралась. Было реально очень вкусно. Обязательно используйте мой промокод. На этом все. Всех люблю, целую. Пока.